Дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы хотим вам представиться, кто мы такие и почему мы здесь, в вашем таком красивом коллекте. Ольга Валентиновна Подхамутникова, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой кожных и пневнических болезней Новокузнецкого государственного института совершенствования врачей. Владимир Матвеевич Подхамутников, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии Новокузнецкого института совершенствования врачей. Мы к вам приехали издалека, приехали с одной интересной для нас работой, поделиться с хорошими друзьями той информацией, о которой мы ведаем уже порядка 10 лет. 10 лет нас заставила жизнь, заставила сначала ситуация, а потом заставила жизнь заняться забытым или уже не на государственной основе мероприятий, такие как профилактика и диспансеризация. Вы прекрасно знаете, что этим вопросом уделяются некоторые вопросы, изучая в институте, ну и потом, когда мы находимся на своих службах. Но государство не хочет брать на себя ответственность, участвовать в этих мероприятиях, все отходится на откуп нашим пациентам. Ну а пациент без профессионального ведения, он, естественно, слепой котенок. И когда у нас в России появилось на уровне руководства государства, президента, министра здравоохранения, основополагающие законы. У нас есть закон обеспечения здоровья здоровым. Это целая государственная программа. Этот закон предусматривает поддержку всех мероприятий, связанных с профилактикой со стороны лечебных, образовательных учреждений, в том числе и промышленных предприятий. К большому сожалению, не все предприятия знают этот закон и зачастую не уделяют внимания этому, мотивируют тем, что нет на это средств и так далее и тому подобное. Ну, как для многих ситуация бывает, закон издать-издали, а вот исполнять его нет. Но, тем не менее, такой законодательный акт у нас в России существует, и мы опираемся на него в своей работе. В этом законодательном акте существует место для всех желающих. То есть там обеспечена возможность работы педагогам и врачам. Врачам образовательных учреждений, преподавателям образовательных учреждений, ГИДУВам, ФУВам, обеспечить информационную поддержку, образовательную часть в дальнейшем совершенствовании. Потому как мы в институтах не уделяем нам этому внимания, мы не проходим основные вопросы профилактики, тем более мы не знаем ничего о таких важных разделах, как метрицептики и парафармацептики. Естественно, это считается добавочным, несерьезным методом в медицине, но это глубочайшее заблуждение. И в этом законе отдельными строками написано, что в череде всех мероприятий, посвященных профилактике, отдельное место уделить пропаганде населения рациональному питанию, а также пропаганде применения так называемых биологически активных добавок. Среди врачебной категории существует такой негатив отношения биологически активных добавок. Причем этот негатив больше всего наважденный, потому как большинство наших коллег, врачей, недостаточно полно информированы, что такое биологически активные добавки. Они очень часто ассоциируют биологически активные добавки с такими веществами, как загустители, красители пищевые и прочее. Считают, что это все, что используется для коррекции пищи, но забывая о том, что эти препараты, эти вещества при нормальном, хорошем подборе обладают очень хорошим парафармацевтическим действием. И мы сначала, это все, был у нас готов теоретический материал, который мы обсуждали в наших аудиториях с нашими врачами-курсантами, поскольку мы преподаем в нашем институте. А затем, естественно, у нас появилась необходимость. А с каким же продуктом, как это попробовать, теория, теория, практика, где? И, конечно, единственные сейчас компании, которые предоставляют продукт, они являются компанией разного уровня. Их много отечественных компаний. В Украине у вас, мы знаем, производят биологически активные препараты. И Россия. Практически каждая республика начинает на сегодняшний день смотреть на эту проблему совершенно по-другому. Но лидерами во всем мире являются серьезные западные компании, которые уже на производстве подобных вещей имеют свою историю. 50-летние, 70-летние давности, в которых имеются серьезные технологические разработки. В разработке многих концепций стоят великие ученые, биохимики, физики, химики, причем эти ученые с нобелевскими степенями, лауреатами. Поэтому здесь право выбора взломания. С кем вы будете изучать этот продукт? Нужно вам это будет? Найдете ли вы для себя в этом место? Ну, поверьте нам, как профессионалам, это дает нам удовлетворение, улучшить наши профессиональные работы. Конечно, мы в своем институте, прежде чем начать такую серьезную информационную работу среди врачей, безусловно, провели массу исследований с целью получить собственное убеждение, а действительно ли это работает. И у нас есть такие исследования по коллоидному серебру. Мы проводили эти исследования с внутрибольничной инфекцией. Вы знаете, наверное, что внутрибольничная инфекция – это бич многих больниц. И эта внутрибольничная инфекция зачастую не подается никаким антибиотикам. Так вот, используя коллоидное серебро, мы как раз получили такую возможность, чтобы внутрибольничная инфекция, победить эту внутрибольничную инфекцию. Мы проводили исследования на кафедре микробиологии своего института, а потом проводили исследования в клинике среди больных с тяжелыми гнойными бронхитами, где был именно возбудитель вот эта синегнойная палочка. Так вот, по нашим данным, оказалось, что это самый стойкий возбудитель в коллоденном серебре и витра в течение двух часов погибает. Мы получили у пациентов действительно очень хороший результат. У нас сейчас есть в нашем арсенале темнопольный микроскоп, он есть у вас тоже в Запорожье. Возможности, я так смотрю по реакции медицинской аудитории и общественности Запорожье, до конца не понимается его необходимость и важность. Темнопольная микроскопия дает возможность, благодаря увеличению оптики в полторы тысячи раз, увидеть структуру морфологических клеток нашей крови, увидеть содержание плазмы и, естественно, рекомендовать или быть в прогнозе, или какие-то диагностические уже выявлять моменты, которые дают возможность на ранних этапах прогнозировать и даже влечить уже ситуацию. Также мы проводили исследование по воде, обогащенной кораллом алкомали. Для нашего региона большая проблема втористой интоксикации. Я думаю, для вашего региона тоже это имеет значение. Втористая интоксикация вызывает мощнейший остеопороз. Окислительный стресс. Да, окислительный стресс. И стоматологи знают, что это такое. И вот мы проводили это исследование на мышах. Мы давали этим мышам втор, а затем оценивали у этих мышей уровень кальцитонина в их крови и концентрацию остеопласта, остеопласта. А затем давали воду, обогащенную кораллом алкомали и микрогидрин. В результате мы получили результаты, которые, по сути дела, мы даже не прогнозировали. Ну, в частности, один из таких достаточно значимых результатов у этих мышей увеличилась концентрация кальцитонина. Это того гормона, который отвечает за усвоение кальция за регенерацию костной ткани. Кроме того, у нас есть работа, наблюдение травматологов и ортопедов по реабилитации как раз остеопороза и восстановительных случаев грыжи межпозвоночных дисков. Свежие грыжи межпозвоночного диска при приеме в течение трех месяцев воды, обогащенной кораллом алкомайн и серые четыре капсулы в день и кальция Меджик полностью исчезали. Это результаты у нас документированы с помощью различных рентгенограмм, компьютерной томографии. Мы сейчас просто не имеем возможности это продемонстрировать, но, коль есть такой интерес, все эти данные у нас практически есть в публикациях, в частности, вот по мышам есть публикация такая. Отчет этот, научный отчет есть, да? Отчет, научный отчет. И по руководному серебру есть такой научный отчет. В нашей компании работает порядка 20% профессорско-преподавательского состава, профессора из Томска, из Новокузнецка, из Омска. Но, как вы сами знаете, мы народ скромный, все врачи, генералы, мы не рвемся, несмотря на наши степени регалий, вот так жизнь складывается. Но потребность в наших сейчас знаниях, в наших возможностях у общественности, которая представляется вот на, так сказать, на наших встречах, очень велика. Именно грамотных, хороших познаний, поэтому... Наша компания очень нужна умная, талантливая ученая, нетрадиционным подходом мышления, потому как здесь есть огромные возможности. И для коррекции своего здоровья, а также огромные возможности для проведения новых научных исследований. Это я убедился на собственном пути. И, дорогие коллеги, задумайтесь, нас, например, сподвинуло несколько вещей. Ну, во-первых, получаемая пенсия, вознаграждение по уходу на заслуженный, так называемый, отдых, унизительное состояние, 60 долларов пенсия. Второй момент, который мы... У нас, в общем, окончательно мы приняли решение. У нас есть в России очень интересный человек, профессор Алексеев. И у него вышло три серьезные монографии по теории старения, происхождения заболеваний и выдвижения единой концепции в происхождении многих заболеваний. И одна очень интересная книга посвящена, почему врачи живут на 15-20 лет меньше своих пациентов. Почему? И вот там очень серьезные поднимаются вопросы. И мы знакомы с ним в телефонном разговоре. Он создает свою сейчас академию, интегративную академию. Призывает туда людям, которые неравнодушны. На сегодняшний день положение дел в медицине. Люди, которые неравнодушны, что творится с нашими детьми. Люди, которые неравнодушны вообще к вопросам продления жизни. Они приглашают в сотрудничество. И вот в нашей компании, когда мы ее выбирали, вот именно по этим качествам мы ее выбрали. Потому как мы на сегодняшний день представляем серьезную компанию, которая имеет нанотехнологии, которых нет ни в одной компании мира. Нанотехнология – это технология, которая уже 2001 года, это 21-е тысячелетие. О ней можно познакомиться. Мы на сегодняшний день имеем возможности клеточного очищения, клеточного питания с высококачественными продуктами. Но и самое главное, у нас есть главная концепция, или главная программа, или главный продукт – это вода. Вода, коралловая вода, которая дает возможность решать достаточно много серьезных вопросов, связанных с хронической интоксикацией. Ну и своим коллегам, профессорам, заведующим кафедрой могу сказать еще такую вещь. Наверное, вы тоже находитесь в такой зависимости от ректора, проректора своего учебного заведения. И когда стоит вопрос о поездке на какую-то научную конференцию, вы приходите и просите, ну отпусти, ну вот так и так. Либо спонсоры фармацевтических спонсоров. Либо фармацевтических спонсоров. То есть вы находитесь в постоянной финансовой зависимости. Вот на сегодняшний момент мы полностью освободились от этой финансовой зависимости. Мы приходим к ректору, только пишем заявление по поездке на конференцию. Он спрашивает, а на какой счет, а кто оплачивает, говорю, не волнуйся, касса института не будет опустошена. Мы нашли средства для этих поездок. И причем это поездки не просто какие-то там тусовки, это нормальные, хорошие встречи, которые дают импульс новым научным изысканиям. Компания всегда готова поддержать новые свежие мысли. И доказательства тому исследованию, которое мы проводили, они, ну, исследования по коралловодию микрогидрины финансировались в компании. Исследования по оценке эффективности коллоидного серебра финансировались в компании. На сегодняшний день в Томске в центре НИИ онкологии проводится профессором Сияновым, проводится грудным хирургом, грудным хирургом, таракальный хирург, да, исследования и результаты... Укологических больных. Укологических больных. Поэтому вам выбирать, ваш выбор. Хотите что-то изменить в своей жизни, надоела рутина, прекратились уже достаточно серьезные моменты свободы, с любезностью встретимся, пообщаемся, пообщаемся как профессионалы, подружимся. И, наверное, что-то получится в нашей встрече. Спасибо. И мы рады вас видеть в числе новых профессоров, доцентов, кандидатов в наук. Простых рядовых врачей. Простых рядовых врачей. Любых медицинских работников в нашей очень серьезной компании. Спасибо большое. Кораллову. До новых встреч вам. Спасибо.